Сенсей посетил Балакова и наше Дэдзё по той причине, что Василий Сенсей вдохновил его очень сильно и заинтересовал его своим предложением, самой поездкой, самим посещением этого города. И это та причина, основная, по которой Сенсей и Симазаки-сан решили посетить наш город, наше Дэдзё. Посещая разные страны за границей, различие уровня владения этим боевым искусством Айкидо, оно фактически, по его оценке, стоит на одном и том же уровне. И единственная разница, которую Сенсей может подметить и которая влияет на владение боевым искусством, это культурные особенности, менталитет разных стран, в том числе Южной Америки, Европы или России. И когда начинается занятие, размышления о том, кто на каком уровне, какая культура, они уже не имеют места быть, потому что цель занятий не в этом, не в оценке уровня, а в самих занятиях. Айкидо достаточно популярно в Японии. На первом месте по популярности в Японии это дзюдо. Второй популярностью это кендо, боевое искусство о владении мечом. И третье боевое искусство это карате. И только на четвертом месте, по мнению Сенсея, стоит Айкидо. В принципе, у Айкидо существует множество разных техник, но основное их предназначение не столько самооборона или какой-то прикладной уровень, сколько развития себя изнутри, развития своего и воспитания благих качеств своего сердца и самого себя. То есть ключевой момент при занятии боевым искусством Айкидо — это внутреннее развитие. И лишь на другом, и лишь после этого уже самооборона. Начал обучение 14 лет, в начальных классах. И основная причина, по которой он начал заниматься боевыми искусствами, — это непосредственное участие своего отца. Его отец не занимался боевыми искусствами, но он вдохновил его на это. Он, Сенсей, занимался такими искусствами, как и дзюдо, и карате, и кендо. В том числе практиковал практики буддийские, дзен-практики. Обливался холодной водой. В общем, была насыщенная такая внутренняя жизнь. Но среди всех увлечений, всех боевых искусств, наиболее подходящим, в том числе и по философии, и по самой глубинной сути боевого искусства, его заинтересовало Айкидо. И это он считает основной причиной, то есть вот эту философию, которая подходит его нутру, это он считает основной причиной, по которой он продолжает заниматься Айкидо и по настоящее время. Заниматься Айкидо, боевым искусством, может каждый, кто хотя бы может держать карандаш в руке. И, в принципе, между людьми есть разница по физическим способностям, по возрасту, по росту и по другим характеристикам. Но, в принципе, заниматься может каждый, главное, это желание. Ситуация different, but everybody can do.